Не так давно в Хабаровске появились новые троллейбусы, которые ходят по маршруту Комсомольская площадь-Аэропорт. Наша съемочная группа решила прокатиться на одном из них и понять, чем они отличаются от старого парка. Хабаровск — уникальный город. Мало где можно доехать от аэропорта до центра города без пересадок на общественном транспорте и при этом увидеть все достопримечательности красной линии. Сейчас на маршруте работает троллейбус номер один. Недавно добавили несколько новых машин. Новые троллейбусы вышли на линию недавно. В середине марта их доставили в Хабаровск из Москвы. Они просторнее предыдущих и ходят более мягко. Все преимущества уже успели оценить хабаровчане. Пришли новые троллейбусы, в том числе и этот. Расскажите, как вам? Лучше, хуже, так же? Конечно, дорогая. Очень даже лучше. Это не то слово. В чем отвечает? А то ходили эти старые троллейбусы, вообще не приятно было. Грязные такие. А эти новенькие, смотри, как приятно заходить сюда. Лучше вообще, намного. Хотя бы не холодно. В принципе, даже удобнее стало. Наоборот, они и быстрее, и по времени. Конечно, удобно. Я внуков отправляю на таких высоких троллейбусах. С себя в школу или домой. Очень удобно. Дети довольны. Бегут сразу на заднее сидение. Я думаю, фору они дадут нашему старому парку. Плавно ходят троллейбусы, как троллейбусы. Были бы по лучшей дороге, вообще бы хорошо ездили. А так нормально. Напомним, власти Москвы подарили нашему городу 20 машин. Поскольку городской транспорт столицы переходит на электробусы, практически новые троллейбусы, выпущенные несколько лет назад, стояли в парке невостребованными. Пока в Хабаровск доставили только пять из них. Остальные приедут до конца мая. Виктория Зыкова, Василий Ермаков. Смотри, Хабаровск. Про дороги, конечно, хорошее замечание. Про то, как реализуется на территории нашего города нацпроект безопасные и качественные автомобильные дороги, обязательно расскажем. Тоже в ближайших выпусках. Но также отметим, что администрация города ведет переговоры с Мосгортрансом о безвозмездной выдаче еще девяти трамваев. Если решение будет положительным, то осенью технику смогут доставить в наш город.